Брак, заключенный на небесах. Так говорят в народе про крепкие и счастливые семьи. То же самое можно сказать и про семью Ильи Егоровича и Зинаиды Аркадьевны Петровых из Яльчиковского района. Они в этом году отмечают редкий юбилей. 60 лет со дня свадьбы. С бриллиантовыми женихом и невестой познакомилась Галина Титарчук. Они были знакомы с самого детства. 7 лет учились в одном классе, работали в одном колхозе. Когда обоим было чуть больше 20 лет, решили пожениться. Вспоминают, свадьбу сыграли скромно. Гостей угощали овощами и фруктами со своего собственного огорода. А развлекал всех гармонист, который выводил на двухрядки самые веселые мотивы. С тех самых пор Илья Егорович и Зинаида Аркадьевна не расстаются. Уже 60 лет. У большого срока отлучки не было. Очередные отпуска. Но вот когда я учился, тогда на курсах, на учебно-семинарских занятиях отлучался. А так просто надолго отлучек не было у нас. Молодые супруги и на работу вместе устроились. Почти полвека проработали на почте. Зинаида Аркадьевна почтальонкой, Илья Егорович начальником отделения. Каждый день невысокая худенькая девушка на своих плечах носила по селу тяжелую сумку с письмами, газетами, журналами. Когда дети подросли, стали помогать маме разносить почту. Старшая дочь вспоминает. Родителей почти не видели. За домашнее хозяйство отвечали маленькие Володя, Таня и Галя. Мама мне научила чистоплотности, чистоте, порядку. А сама чистоплотная была. Она мне научила полы вымыть и сирать. Мы рано начали, и кощить ходили. Сейчас у бриллиантовых юбиляров трое детей, семь внуков, семь правнуков. В этом году снова ждут прибавления в семействе. В октябре должна появиться на свет долгожданная правнучка. А сын Володя впервые сам станет дедушкой. Я считаю, что мы самые счастливые люди. У нас здоровые родители, живые родители. И, слава богу, живые, здоровые дети. Отец всегда был строгим человеком. Строгим, требовательным человеком всегда был. И сейчас он такой же. Чувашская пословица гласит. Увидел гостя – сделайся солнцем. Подарили тебе улыбку – ответь песней. В доме Петровых этой поговорке следует всегда. Видимо, поэтому здесь в любое время года светло, тепло и уютно. А песни звучат не только по праздникам. Дедушка у нас пел, дедушка, бабушка хорошим тенором пела, да, женским голосом очень хорошо. Они пели, конечно. И дедушка по-русски пел русские песни. А бабушка чисто чувашские национальные песни пели. Я с самого лучшего. Выезжала народный хор, бодерекция, народный хор везде. И Ярдский район не так уж большой и не так маленький. Большие, где клубных помещений, туда нас приглашали, ездили и с успехом выступали. В последнее время Илья Егорович и Зинаида Аркадьевна на репетиции хора не ходят. Здоровье не позволяет. Но в свои 80 с небольшим они бодры и оптимистично смотрят на жизнь. А главное, по-прежнему нежно заботятся друг о друге. В ответ получают судьбы приятные сюрпризы. Ведь прожить вместе шесть десятков лет – это определенно подарок судьбы. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.